Итак, это финальный поединок чемпионата России по ММА 2019 года среди женщин весовой категории 56,7 килограмма. Представляем героиней этого финального поединка спортсменка в синем углу. Ей 28 лет, рост 159 сантиметров. Она представляет Сибирский федеральный округ. Приветствуйте! Земфира Алиева! Ее соперница в красном углу, ей 22 года, рост 165 сантиметров. Она представляет Уральский федеральный округ. В красном углу Ольга Кучкина! Рефери поединка Армен Гулян, Московская область. Бойцы, на середину. Бойцы, правила знаем, соблюдаем, напоминаем. Затылок, позвоночник, столб не бьем, локтями не работаем, коленями работаем, только корпус. Внимательно слушаем мои команды. Пожарь руки. Покажите красивый, честный бой по углам. Поец готов? Поец! Бой! Ну что, мы снова в эфире. С вами Александр Языков и Антон Купер. У нас с вами третий финал по счету, где Алиева Зимфира с Сибирского федерального округа уже закрыла гильотину Кочкиной Ольги с Уральского федерального округа. Очень интересный финал. Попытка прохода у нас со стороны Ольги Кочкиной. Пытается она перевести. Но Зимфира контролирует позицию и держит очень-очень плотно, держит шею соперницы. Посмотрите, как плотно закрыта шея. И в этот же момент все равно получается Ольга Кочкина продолжает попытку проведения приема. Все, отпустила. Отпустила шею у нас Зимфира. И за одну ногу держит у нас Ольга свою соперницу и будет пытаться проводить дальше. Пропускает много ударов сейчас в попытке проведения приема Ольга. Посмотрим, что будет дальше. Проведет или нет? Как вы думаете? Отличный, отличный очень бой. Отличный бой Сибири против Урала. 56,7 килограмма. Разница в антропометрии на 6 сантиметров у нас выше Ольга. По весу они примерно одинаковые. Постарше Зимфира поопытнее получается. 28 лет ей и 22 года Ольге. Ольга переводит все-таки в партер. Да, посмотри, сколько у нас она пыталась перевести. Целую минуту 40, да. И еще в этот момент у нее была замкнута шея в мощной гильотине от Зимфира. Но обрати внимание, Зимфира очень спокойно себя чувствует. Она не закрывает гард. Да, она продолжает активно набивать свои удары. Снизу набрасывает. Да, постоянно работает она то правой, то левой рукой в область головы. И постоянно угрожает треугольникам. Обрати внимание, вот сейчас пытается выйти на треугольник. Но выпрямляется Зимфира. Простите, Ольга. Ольга выпрямляется, да. В то же время Зимфира будет пытаться атаковать и забросить какой-то активный прием. Посмотрите, как удар она носит. Ей нужно сейчас прижать в себе, чтобы закрыть этот треугольник. Впереди у нас с вами еще очень много боев. Продолжаем мы с вами смотреть эфир. Бокс ТВ, ВК КОМ Слэш ММА. Не отключайтесь. Мы с вами в эфире, в прямом. На территории всей России, стран СНГ, Балтии нас смотрят миллионы зрителей. Пишите нам. Так, 10 секунд до концовки первого раунда, третьего финала, исторического финала, первого в истории чемпионата России среди девушек. Уходят бойцы на перерыв. Насладимся мы нашими красивыми рингеол. В угол к Ольге побежал у нас, получается, Данила Кузьмин. Это наш известный боец. Старший тренер Челябинской области по ММА из клуба РМ-93. В свое время очень много интересных боев он провел. Был обладателем Кубка России. Возможно, даст сейчас какие-то наставления. Ну, первый раунд нас играет Ольга. Да, с точки зрения контроля позиции. Хотя, посмотри, если брать там вот правила ущерба, да, сколько ударов Зимфира нанесла с позиции снизу. Сколько ударов, когда она держала гильотину, она пыталась нанести. Но, по сути, она никакого, Зимфира, никакого ущерба не понесла в этом раунде. Итак, считанные секунды. Начинается второй раунд финала чемпионата России по ММА. Женский чемпионат. Второй раунд. Зимфира, Сибирский федеральный округ и Кочкина Ольга, Урфо. Ух ты! Какие мощные, да, мощная ударная техника у Зимфира. Не пропускает, пропускает Ольга. Зимфира вкладывается в каждый удар. Обратите внимание. Сколько, сколько сейчас она опять попала по Ольге, посмотри. Ой-ой-ой, какие удары. Проход, попытка прохода, неужели стащит? Опять гильотину она пытается прихватить. Да, пытается прихватить гильотину, тут же она держит руку. И сейчас будет сама пытаться перевернуть и затащить под себя все правильно. Но выглядит Зимфира сейчас более свежий. Еще три будет финала среди девушек. И впереди нас стартует 10 финалов среди мужчин. Не отключайтесь. Женские финалы, как мы видим, у нас тоже очень зрелищные. Гости только подходят, занимают свои места. На арене, наверное, уже несколько тысяч зрителей точно есть. Это Динамо в Крылатском. Москва, город-герой. И финал Алиевой Зимфиры и Кочкиной Ольги. Немножко перемудрила Зимфира, потеряла позицию. Сейчас отдает спину она. Но есть контроль головы. Нет, пытается встать, переворачивается. Хотя бы развернулась, не отдала спину. Вставай, вставай. Вставай, переверни ее. Да, несмотря на то, что, смотри, Ольга постоянно занимает позицию сверху. Но в тот же момент активней выглядит Зимфира. И здесь вот уже только судьям виднее, кто реально в этом бою реально наносит больший ущерб. Мне нравится, как Зимфира работает снизу. Вот эти вот удары. Ну да, я тебе об этом и говорю. То, что вроде бы она находится снизу. В позиции для нее не особо выгодны. Но она бьет. И вот эти вот не особо амплитудные удары, но неприятные. И количество их, она переходит в качество. Нам уже написали, что нас в Англии смотрят, представляешь? Привет, Англия. Это, да, насколько контакт дает нам просмотры даже по всему миру. Отлично. Также мы благодарим канал Бокс ТВ за то, что мы в эфире у них. Благодаря им нас видит, конечно же, больше зрителей. Отдельное спасибо Александру Игнатову с канала Бокс ТВ. С которым у нас постоянная связь по этому эфиру. Ну вот в концовку второго раунда Зимфира все-таки встала. И сейчас гораздо увереннее выглядит. Отличный финал. Такие вот женские бои, на самом деле, они украсят любой промоушен. Да, вспоминая тот самый фатальный бой Леоны Джорджа, да, с Мариной Мохнаткиной. Да. И вот такие же размены, посмотри, да. Какой размены сейчас идет. Интересные очень размены. В таком из одних из разменов Ольга может просто упасть. У Зимфиры проходит. Потому что я представляю, что у Зимфиры просто удары как динамит. Она вкладывается в каждый удар. Она как Дэн Хендерсон, посмотри. Посмотри, посмотри, как она зашатала. Она просто зарубит. Обратите внимание, вот эти удары снизу, они все у нее заходят. Все удары снизу. Все заходят как динамиты. Вот это размин. Вот так Зимфира. Такое ощущение, что голова. Третий раунд для Ольги будет не подарок. Вот сейчас однозначно раунд за Зимфирой. Концовка однозначно за ней. Подключилась к нам Тверь, Тыва. Всем привет. Пока мы смотрим с вами повторы. Отдыхают у нас девчонки Али и Зимфира. И Кочкина Ольга. Сибирь против Урала. Противостояние. Третий раунд. Посмотрите, как в стойке отлично работает Зимфира. Стойка просто на заглядение. Не хватает борьбы, хотя с точки зрения позиции снизу она работает так же активно. К нам присоединился Дагестан. К нам присоединился Урал, Тюмень, Иркутск, Астрахань, Бишкек. Спасибо, что с нами, что на связи. Крым. Да, всем передаем большой салам из Динамо Крылатская, где проходит исторический чемпионат России среди женщин. И следом стартуют у нас финалы среди мужчин. Десять весовых категорий. А у нас пока третий раунд. Третий раунд весовой категории 56,7 килограмма. И сразу же вперед понеслась у нас получается Зимфира Алиева. Она форсирует сейчас события. Конечно, потому что она почувствовала, что в стойке она намного сильнее, что удары ее сильнее, что у Кочкина и Ольги есть шансы только с переводами, только в партере. Обратите внимание, Кочкина пытается делать акцент на борьбу. Ногу она взяла, но продавить пока сил не хватает у нее. Не хватает физически. Ну и хорошо защищается Зимфира. С нами Брянск, Таджикистан уже. Сургут. Очень много ребят присоединяется. Всем привет. Третий раунд. Две с половиной минуты еще будет боя. Посмотри, какие мощные удары по корпусу от Зимфира. А Ольга пытается вытащить эту ногу, но смотри, как защищается Зимфира. Да. Очень интересный бой. Супер просто бой. Супер бой. Такие бои можно вставлять в любой профессиональный промоушен. Они будут украшать. Еще из нового введения. Кроме того, что в России теперь официально есть женский спорт. И девчонки, которые выступают официально, скоро будут получать у нас звание кандидатов мастеров спорта, мастеров спорта и так далее. Будут ездить также на чемпионаты мира и Европы. Форма, да. Вы посмотрите, да. Короткий рукав. Рашгард. Красный-синий угол. Это все смотрится очень красиво. И мы перешли на новый формат. В правилах это ринг для ММА, в народе клетка. И плотность боя, она намного повысилась от того, что мы отошли от классических пятиканатных рингов. Привет в Башкирию и Омск. В Череповец. Сразу вспомнился тот рэп про Череповец. Да, был такой. Да. Минута двадцать еще девчонкам работать. Все так же в попытках переводов у нас Ольга. И активно, активно продолжает искать. Обороняться? Да. Смотри, как этажи ищет Земфира. Свои вот эти молотки. Это реально молотки, их по-другому не назовешь. Она наносит то корпус, то нога, то голова. Она подобила ей ногу. Она очень хорошо акцентирована. Она не дает сделать вообще ничего. И смотри, в этапе очень хорошо. Контрит, она борется. У него получается. Чувствует борьбу. Супер, супер жесткий финал. Смотри, опять эти молотки, смотри. В голову. Голова, корпус. Итак, я напоминаю, что первое место полетит у нас в Бахрейн в ноябре этого года. Там состоится чемпионат мира. В прошлом году наша сборная привезла оттуда 10 золотых медалей. И гимн прозвучал 10 раз. Всего участвовало там 70 стран. Формат там такой, что там один бой в день. И каждый день у бойцов происходит взвешивание. Всего 5 дней боевых. Мы также переходим на подобный формат. Чемпионат России шел у нас 3 дня. 3 дня бойцы проходили процедуру взвешивания. Чтобы уже постепенно они привыкали к формату чемпионата мира и чемпионата Европы под новой объединенной международной федерацией АМАП и WMMA. Интересно, посмотри, как опять начала наносить удары Земфира. Ух ты! Корпус, нога. Корпус, голова. Ну, я считаю, что Европы однозначно победила. Видим мы с вами на экране Михаила Пореченкова и Николая Валуева. Так помахали головой. Я думаю, им тоже понравился этот бой. Да, что если бы такая жена была, то она, наверное, на кухне не находилась. Заставляла бы варить пельмени самому. Ждем решения судей. А также чемпион мира по ММА Анатолий Малыхин. Итак, ждем официального судейского решения. Третьего в пенала, 56,7 килограмма. Слово суде. Пореченкова поддержала победу и стала чемпионкой России по ММА 2019 года в весовой категории 56,7-х среди женщин. Земфира Алиева. Сибирский федеральный округ. Наши аплодисменты, наши поздравления. Но начинаем мы по традиции со второго места, дорогие друзья. За второе место награждается Ольга Кочкина. Уральский федеральный округ. Спасибо, Оля. Наши аплодисменты тебе. Ну и, конечно, чествуем нашу чемпионку. Чемпионка России. Земфира Алиева. Сибирский федеральный округ. Традиционные общие фото на память. Прошу вас все вместе.